предаточные цели обозначают цель действия названного в главном предложении или указывают на назначение того о чем говорится в главной части предложения предаточные цели отвечают на вопросы зачем для чего ради какой цели с какой целью например в предложении чтобы музыкантом стать так надобно умение от главной части так надобно умение задается вопрос зачем к предаточной части чтоб музыкантом стать предаточные цели прикрепляются главному предложению союзами чтобы, дабы, с тем чтобы, за тем чтобы, для того чтобы, союзами-частицами только бы, лишь бы. Например, в предложении. Для того, чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее самому себе. Предаточная часть присоединяется главной с помощью союза для того чтобы. Составные союзы с тем чтобы, за тем чтобы, для того чтобы могут разбиваться на две части в зависимости от смысла и логического ударения. Первая часть входит в состав главного предложения и является указательным словом, обстоятельством цели. С тем, для того, за тем и другие. Вторая часть составного союза «что бы» остается в предаточном предложении и выполняет функцию простого подчинительного союза. Запятая в этом случае ставится один раз перед «что бы». Например, в предложении. Мы обязаны знать Пушкина наизусть для того, чтобы знать родной язык во всем его изобилии. Запятая ставится только перед словом «что бы». А в предложении. Полку было приказано выйти к самой реке с тем, чтобы ночью форсировать ее. Запятая ставится перед союзом. Членение союза обязательно, если ему предшествуют ограничительные, сравнительные и другие частицы, а также вводные слова. Например, в предложении. Обо всем этом говорилось словно за тем, чтобы как можно больше затруднить и без того трудную задачу. Запятая должна ставиться после слова «затем», потому что перед союзом идет слово «словно». А в предложении он разрешил молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей. Членение союза обязательно, потому что перед ним идет частица «разве только». Наиболее употребителен союз «что бы», характерный как для разговорной, так и для книжной речи. Составные союзы «для того чтобы», «с тем чтобы», «затем чтобы» особенно распространены в книжной речи. Союз «дабы» и «да» используются в книжной речи и имеют архаический оттенок. Например, «Засим, дабы не утомить благосклонного читателя, позвольте поставить точку». Стефан уже сзывал толпы густые, да уничтожить псковитян. Особые оттенки значения вносятся союзами «лишь бы», «только бы». В предложениях с этими союзами подчеркивается усиленное стремление к цели, причем средством достижения ее является то, о чем говорится в главной части предложения. Например, «Тут же выяснилось, что железа на бандажи не хватает, и артельный староста все ведра у бабы своей покрал, все крыши посымал сбитых вагонов, лишь бы не останавливать движение на любимом транспорте». Отец готов все сделать, только бы сыну было хорошо. Предаточные цели могут стоять после главного предложения, перед главным предложением, в середине главного предложения. Например, в предложении «Надо всегда поступать, чтобы ни перед кем не было стыдно». Предаточная часть стоит после главной. В предложении «Чтобы хорошо говорить, надо хорошо знать свой язык». Предаточная часть стоит перед главной. А в предложении для того, чтобы войти в Пришвина, разговориться с ним надо замедлить течение своей души. Предаточная часть стоит внутри главной. Предаточная цель и нужно отличать от предаточных предложений других типов с союзом «чтобы». Например, «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо». От главного предложения мы задаем вопрос «что?». «Я хочу, что?», «чтоб к штыку приравняли перо». Предаточная изъяснительная. Время посадки было рассчитано так, чтобы к месту высадки попасть на рассвете. Главное предложение содержит указательное слово «так». Задаем вопрос «каким образом?». Время посадки было рассчитано так, каким образом? Чтобы к месту высадки попасть на рассвете. Указывает на образ действия. Это предаточное образодействие с дополнительным значением цели. Субтитры создавал DimaTorzok